Приветствую на канале, это Тим. Не так давно весь интернет бурлил из-за трейлера экранизации «Призрака в доспехах». Это, вне всяких сомнений, гениальное аниме, повлиявшее на весь жанр киберпанка, вдохновившее Вачовски на матрицу. Показало нам не утопичный, но и не обратный этому мир будущего, где 9-й отдел Бюро общественной безопасности под руководством шефа Арамаки и руками майора Кусанаги устраняет различные киберукрозы, варясь с хакерами, заговорщиками и коррупционерами. В рамках данного видео я намерен рассказать вам обо всех, ну почти что, произведениях, так или иначе входящих в мир «Призрака в доспехах». Конечно же, стоит начать с манги, и сразу отмечу, что я не буду затрагивать срана Бэя, ибо японским не владею вовсе, увы. Итак, оригинальная манга с авторством Масамуна Сира, который также ответственен за весьма годный Эппл Сид, выходила с 89-го по 91-й год. Насчитывает всего 12 номеров, и то довольно условно есть номера на 6 страниц. Далее с 91-го по 97-й выходил второй том «Майн Машин Интерфейс». Параллельно и отдельно выходил полуторанный том, в который впихнули истории не входящие два предыдущих, но по хронологии происходящие между ними. Знаете, что я вам скажу? Первый том не то чтобы сосёт, но он очень слав в плане рисунка. Помните серьёзного, иногда ироничного майора, молчаливого, голосовствующего профессионала? Забудьте, это типичная манга, стыкая 80-х и 90-х. Лайтовая, с кучей шуток, майор нарисован на весёлой девицей, любящей уходить в отрыв. И иногда даже слишком. Например, вот тут что-что? Майор участвует в лесбийской групповухе в сети без регистрации и смс. А Баттоза всем этим наблюдает? Чёрт, чёрт возьми. Но эти пару страниц смотрятся очень неуместно, ибо ничего даже близко к подобному в первом томе нет. В общем и целом, именно из первого тома взять сюжет трёх полнометражных фильмов. Тут у нас кукловоды, нападение геноидов на своих хозяев и особенное место, где используют мозги детей. Удивительно, что из таких коротеньких поверхностных историй сумели сделать три прекрасных фильма. В том завершается слиянием майора и кукловода, правда тут всё не так сумпурно, как в фильме. В некоторых номерах прослеживаются идеи и моменты, позже воплощённые в аниме-сериале. При всей лайтовости манги и философские размышления на тему призраков, что делает человеком человеком, что есть разумная жизнь, уже в наличии. Хотя все персонажи такие же весёлые и лайтовые, как майор, даже аромаки. Ремнами сбрасывает маску серьёзности и выглядит таким весёлым детком. Правда он тут слишком похож на обезьяну, что ж поделать. Перейдём ко второму тому. Рисунок отдаёт девяностыми с их странными формами лица и гигантскими глазами. Характеры персонажей начинают приближаться к более приобычным. Доле эротики значительно возросла, что смотрится неуместно. Да и весь внешний вид женщин будто создан для малолетних дрочеров. Если я захочу посмотреть на влагалище, то сделаю это либо в реальной жизни, либо, в крайнем случае, гляну порно. Но от призраков до смеха я хочу высокие технологии и философии. Но никак не кучу кадров с половыми губами, что проглядываются через трусы. Тут вообще есть хоть один женский персонаж, у которого не торчат соски. Хотя тут сложно сказать, где торчат соски, а где банально отвратно угловатый рисунок. Эта манга – кусок дерьма, не имеющая права называться Ghost in the Shell. Полуторный том из восьми номеров – нечто среднее. Рисунок, пока не так ублюдочный новый сюжет, уже да. Вообще, Майор после объединения с кукольником стала мотока внезапно аромаки. Живет в куче тел и познает матрицу. Вся ринейка манги очень слабая, если читать, то лишь первый том. И знаете, это странно. Потому что обычно аниме либо следует манги дословно, либо лишь в части. Навсегда манга лучше. Но не в этом случае. Есть еще манга по Эрайс, но тут уже другой автор, и обо всем касающегося Эрайса расскажу в конце. Перейдем к полному метру. Первый фильм, собственно, «Призрак в доспехах», вышел в 95-м году. Эта история посвящена почти случайно созданному искусственному интеллекту – кукловоду, который сам и по своему появлению решил найти Майора Кусанаги и селиться с ней, перестав быть программой. Подняться на новый уровень бытия, обретя смертность. В итоге призраки и персонажи слились, порождая нечто новое. Ладно, не буду останавливаться на сюжете фильма, когда видишь вообще известное. Именно данное аниме произвело эффект разорвавшейся бомбы, вдохновило многих и по праву заняло место среди лучших произведений в жанре киберпанка. В 2008 году вышла обновленная версия, в которую добавили 3D, улучшили звук и картинку. За исключением этого фильм, по сути, не изменился. Спустя 9 лет после выхода оригинальной части вышел сиквел «Призрак в доспехах. Невинность». События первого фильма прошло 3 года. Внезапно геноиды начали нападать на своих хозяев. История опять же по одному из номеров манги, но ее изрядно переработали. С учетом того, что майор слилась с кукловодом. Главная героиня серии появляется лишь ненадолго, пусть незримая присутствует в кадре. Потому расследование ведет Тогуса, замедивший майора на посту, и Бато, которому уделяется большая часть времени. Секрет геноидов оказался ожидаемо мрачен жесток. Аниме прекрасно как в плане сюжета, так и картинки. Третий полуметражный фильм является продолжением финалов двух сезонов аниме-сериалов. Однако, коль скоро у нас тут единая вселенная, сразу расскажу о нем. Но стоп, единая ли? Коль скоро вопрос таймлайнера. Рано или поздно встал бы, события, происходящие во вселенной Ghost in the Dead, происходят следующим образом. Вначале Ghost in the Shell Arise 5 оба. Затем Ghost in the Shell New Moon по миру Arise. Далее следует первый полуметражный фильм, после которого майор ненадолго уходит, а потом возвращается. Ибо наступает пора первого сезона аниме, Синдром одиночки. После Кусанаги таки сваливает из девятого отдела, возвращаясь уже во втором сезоне аниме. Заканчивая свою историю как раз таки в рассматриваемом третьем фильме Solid State Society. Конечно, проще считать, что Arise, два полных метра, сериалы третьих фильмов, разные произведения, никак не связанные друг с другом. Ибо майор же вроде растворяется в сети, но между событиями двух фильмов три года. А первый сезон как раз между ними. Никого порока в логике тут нет. Хотя фанаты до сих пор спорят по этому поводу, официальная позиция состоит как раз таки в неразрывной связи произведений. Фильм-то уже третий, а майор-то возвращается, то уходит из отдела. В центре сюжета кукольник, не путаясь с кукловодом, усилиями которого не без помощи властей, было создано Solid State Society. Идея, но вроде бы неплохая, использовать серовок, беспризорников и стрельков, делая из них эффективных работников, используя в качестве вычислительных единиц. Подлых чиновников один взгляд на ситуацию, кукольника другой. И именно из-за радикальных действий последнего на общество обращает внимание девятый отдел. В сериале, конечно, ситуация в Японии и в мире такая же, как в кино, но нет такого ощущения безнадежности. Не ощущаешь себя циником, который смотрит на технологически развитый, но прогнивший погибающий мир. И вот где-то на этом моменте прощаемся с великолепной Аригой, которая ответственна за опенинг и эндинг. Хотя ее песни и сериалы мне нравились больше. Увы, певица больше не с нами, но зачем же приятно было слышать слова на родном языке и осознавать, что кто-то из наших приложил руку к призраку в доспехах. О чем речь об открывающей песне Iner Universe? Призрак в доспехах с ингромом одиночки. Вещь прекрасная, еще и потому, что исполняется аж на трех языках. Русском, английском и латыни. Песня для второго сезона Rise. Также, вне всяких похвал, она чуть более динамична предыдущей, но не менее прекрасна. Первый сезон повествует о некоем смеющемся человеке-террористе, угрожающем крупным корпорациям, и все не так уж и просто. Дело замешано, коррупция, сокрытие, проблемы с клюрозом гибермозга. Наконец, персонажи раскрываются, и мы можем ближе познакомиться с гениальным Исикавой, снайпером Сайта, Токусой, Пазу и Борма, раскрыты в меньшей степени, но из страстепенных персонажей лучше всего, конечно же, Тетти Комы. В манге Фумикона, варайс Комы, это небольшие танки, обладающие ИИ, в конце сериала, по-видимому, обретают и призрак. Очень милый и забавный есть сборник скетчей под названием «Не Тетти Комы». Постоянно рассуждают о том, что из призрака синхронизируются и обладают коллективным разумом, но у каждой есть индивидуальность. Личность злодея оказывается вовсе не злодейская, и это молодой парень, косящий под культового героя Селлинджера. Гениальный хакер, чьи способности сравнимы, а то и превосходят способности майора. Очень интересный персонаж. Злодея же ни много ни мало, премьер-министр страны и кучка подлых власть имущих. Также тут на отдел ведется активная охота со стороны государства, что всегда хороший ход. А вообще, что есть синдром одиночки, если все упростить, это явление симулякро. Копии без оригинала. Именно таким симулякром и стал смеющийся человек. Во втором сезоне деватый отдел сражается поначалу с группировкой одиннадцати индивидуалистов, которые следуют своим учениям некоему эссе, на деле являющимся вирусом. А группировкой манипулировал один неприятный тип из разведки, который выступает антагонистом сезона. Раскрывается прошлое майора, и мы узнаем, как она стала стопроцентным киборгом, и о ее связи с одним из одиннадцати индивидуалистов. Который оказался другом детства Маттока, и в каком-то смысле ее возлюблен. Персонаж Хидео Кудзи очень интересный, но, увы, сраженный, потому в каком-то смысле является имитатором злодея. А может наоборот. На уровне сети объединил всех беженцев, которые являются корнем проблем второго сезона. Смерть Хидео сильно ударяет по майору, после чего она уходит из девятого отдела. Добой опять вернулся в полнометражном и последнем по хронологии мира в фильме. Сериал прекрасен, фильмы не давали возможности познакомиться со вселенной призрака, и рассказывали очень сжатая история, но и понятная. Ведь первый источник 1-2 выпуска манги. Перед тем, как перейти к краю, есть пару слов об играх. Первая, Ghost in the Shell, вышла в 1997 году на первой плойке. Игрок-новичок в девятом отделе, что примечательно. Сюжет не начисто слизан с фильма. Местных врагов в фронт освобождения человечества взяли пельмиком из манги, что радует. По геймплею шута на третьего лица, где мы управляем пародией на татикому. Хотя, тоже 1997 года, чего вы хотите. В 2004-м вышла игра на PS2 Ghost in the Shell Standalone Complex. Играем мы уже за майора временами Бато. Сюжет становится самостоятельной и затрагивает период между двумя сезонами сериала. И опять же, шутерок от третьего лица весьма с предней руки. Но это еще не все. Сейчас в раннем доступе находится корейский фри-то-плейный шут Ghost in the Shell Standalone Complex First Assault Online. Сами понимаете, какого качества. Что ж, перейдем к Arise. С 2012-го по 2015-й вышла 5-серийная ова Ghost in the Shell Arise. Это приквел, повествующий о начале пути аваритивников девятого отдела и о том, как, собственно, судьба свела в Яггерой вместе. Также из 2013-го по 2016-й выходила манга Ghost in the Shell Arise Sleepless Eye за авторством Джичиничи и Фуджисаку. Дизайн персонажа переработали, майор выглядит мягче, моложе, как и Бато. Первая ова застает главную героиню на ее предыдущей работе в организации 501. Серия четко связана именно с Кусанаги, но тут уже появляется Бато и закладывается основа для развития сюжета всех овашек. Некто создал вирус, способный создавать ложные воспоминания, осуществлять массовый взлом. В общем, нечто новое, ибо раньше ложные воспоминания считались чем-то невозможным. Стоит вспомнить, что подобным занимался кукловод несколько лет спустя, и в то время данный тип взлома перестал быть чем-то уникальным. В первой серии мелькает и Тогуса, который присоединится к отряду ближе к концу ова. Вообще, отряда как-то такого еще нет. Возникают вопросы о единой вселенной всех картин, ибо появляется первое серьезное отличие. Майор, по итогам первой серии, получает в собственность свое тело, но в других источниках указывало, что оно принадлежит правительству. Далее по сюжету мы узнаем, что Майор киборг с рождения, ее буквально вынули из матери, попавши в аварию. Поэтому у Кусанаги нет воспоминаний о реальном теле. Но аниме-сериал четко показывает, что Моток вместе с Хидео Кудзио выжили в авиакатастрофе, будучи детьми. Может, тут тоже ложные воспоминания? Или это аргумент в пользу разных вселенных, или стоит вспомнить, что между аниме-сериалом и Райс 10 лет. Со времен фильма прошло вообще все 20. Так что ни со стыковки я спешу на невнимательность, или просто на наплевательское отношение, и нежелание привести все к общему знаменателю. Каноны переписываются постоянно, хотя, даже если предположить, что все происходит в трех разных вселенных, Принципиально от этого хочется что-нибудь изменится? К концу четвертой ОВА вся команда собирается вместе. Но я бы отметил третью часть РАСЬ, ибо там раскрывается очень интересный момент из прошлого Майора. Она, черт возьми, была лидером повстанцев, гениальным хакером, тактиком, стратегом по кличке Сцилла. И ушла даже не потому, что изменила взгляды, а просто начала терять свое «Я». Ибо постоянно меняла тела, управляясь зачастую несколькими одновременно. И именно этим можно объяснить приверженность Майора к кибертелу с определенной внешностью. Сюжеты отличные, тут классически сталкиваются множество группировок, силовые ведомства конкурируют друг с другом, убивают, совершают терраты, сотрудничают с корпорациями и иностранными разведками. Параллельно поднимаются вопросы износа кибертел, того, что киборги с высоким процентом аугументации вынуждены, по сути, работать на государство военных, или кого-то, кто становится фактическим хозяином их тел, обеспечивая деталями техобслуживания. Немало философии, рассуждений на тему свободы воли, искусственного интеллекта, возможностей перехода на новый уровень бытия. И даже есть жирная отсылка на симулякор, или же синдром одиночки. Антагонист Айрис, поджигатель, хакер, который сотрудничает со всеми подряд, ибо хочет доставить весь мир пылать. На деле, оказывается, что... ну, не буду же вам весь сюжет пересказывать, который, к слову, заканчивается полнометражным фильмом 15-го года. К чему его смысл, не знаю, потому что, по сути, это длинная серия Ова, и на чем заканчивается пятая Ова, прямо на той же сцене продолжается фильм. Как-то странно. Майор, опять же, классически покидает отдел, который едва сформировался, но вскоре возвращается. Это как обязательный элемент для всех произведений в данной вселенной. Еще один повторяющийся элемент — повреждение руки при попытке взломать танк. Их довольно специфично. Это было в финале первого фильма, в аниме-сериале тоже вроде присутствовало, равно как и тут. Тут занятно. Правда, у всех Ова, кроме пятого, в названии Ghost. Ghost Pain, Ghost Whisper, Stand Alone, и внезапно... Перехорик Культ. Как-то странно. Помимо ряда иных плюсов, отмечу показ детства Майора и ряд жирных отсылок к последующим событиям. Например, Бато говорит, что Умикомом... Да, это все еще те гребаные танки. Вернее, их более ранняя версия. В общем, что им следует навесить оружие, сделать отсек для пилота и дать возможность прямого управления. А в самом начале Ова Майор дает танкам голос. И все улучшения будут сделаны впоследствии. Ну и, конечно же, финальная сцена последнего фильма плавно перетекает в первую сцену фильма первого. Это очень символично связывается начало и конец истории, которая сделала полную игру. Змея поглотила собственный хвост и все в таком духе. Во времени, ну да, возможно, что начало события Райста и их конца проходит два года. Это уже начало первого фильма. Но персонажей ситуация неизвестно как иной, пусть и воспроизводится с ценными местами покадрово. И опять же, можно относиться к этому как дань уважения к первоисточнику, даже не к фильму, а о манге. Ибо она начинается с убийства и выпрыгивания майора из окна. Или же, как прямой указки на единство вселенной, либо вариации на тему. Так или иначе, Райс не ударила в грязь лицом. По духу нечто среднее между мрачностью фильмов и политическими интригами стриала. Что до манги слепляет сайт, он оповествует о буднях недавно созданного отдела. Рисунок хороший. Еще большие раскрывают характер Бато путем флэшбэков во времена войны. И большая часть времени нам показывают именно их. Войны и будни, тяжелые решения, первая встреча майора и Бато. Эти двое, само собой, поначалу не ладят, но после проникаются взаимным уважением. Манги несколько нетипичны, ибо тут нет тонны политики, и преимущественно боевка. Но ознакомиться все равно советую. Всего шесть выпусков по сорок страниц, много времени не займут. Если абстрагироваться от знания того, что это Ghost in the Shell, можно принять мангу за нечто из вселенной Metal Gear. Ибо тут киборги, политические игры, превратности войны, предательство командиров из страны, ради которой ты проливаешь кровь. Кажется, вот-вот Бато пошлет всех подальше и организует свой Зандибар Лэм. Теперь немного о грядущем фильме. Во-первых, кто-то жалуется, что у Йоханса маленькая грудь. Вы серьезно? Вы серьезно? При всем моем уважении, если экранизировать почти любое аниме настолько дословно, то все женщины будут одеты как шлюхи и станут обладательницами грузии размера от шестого до бесконечности. Жалобы на то, что Майор в некоторых сценах не голая, ну так я вас удивлю, она не может быть голой. Все, что у нее есть от плоти, это мозг, дух в стальной оболочке. Это претензия жалких, уж простите, дрочеров. Бато, и ценная претензия к нему, актер не двухметровая громила, но это мелочи. Я не понимаю всех придирок к этому персонажу. Кадры повторяют начало первого фильма, первого сезона аниме. Есть человек, который говорит, что Майору Галли использовали, возможно, создан на основе Хидео Куджи. И есть ощущение, что и от Эрая взяли кое-что. Нет кучи японских актеров, так отмечу, что у большинства героев кибертела, которые вовсе не обязаны соответствовать определенной расе. Майор может быть в теле мужчины, женщины, двухметрового негра с розовыми волосами или маленькой мексиканской девочки. Это все частности. Да, тут нет японской музыки в трейлере, но так это же адаптация с США, разве нет? А Дипешмот это вам не типичный рэпчик, а давным-давно классика. То есть фильм представляется лично для меня некой сборной солянкой из всех произведений. Но вот что мне действительно не нравится, почему фильм, скорее всего, выйдет в среднем в моих глазах. Упрощение, тотальное упрощение всего и вся основа сюжета. Майор особенная, самая особенная из самых особенных, как самый, сука, дивергентный и всех дивергентов. Будут ли тут серьезные политические интриги, коррупция, противостояние деловых структур? Сомневаюсь. Что я ожидаю? Поверхностный киберпанковый боевик, атмосферный, стильный, но пустой по сути. Я не могу винить авторов, его многие люди говорят, что Призрак в доспехах слишком мудренный. Фильм и норм, а вот аниме-сериал перегружен, его сложно понять, мало экшона, но нет. Призрак в доспехах не такое уж сложное для понимания и восприятия произведения. Просто современный средний зритель безмерно тупой. Я киптенцу, что все еще никак не может вылезти из гнезда, ему нужно не только все разжевывать, но и пихать в рот, двигать руками челюсти и проталкивать произведение в пищевод. Ибо он, зритель, в силу своего скудового умения ничего не может понять самостоятельно. СЛОЖНО! СЛИШКОМ СЛОЖНО! А все непонятное что ж. Вспомним, что говорят в куче фильмов. Люди боятся того, чего не понимают. Черт, для некоторых даже прекрасное прибытие оказалось чем-то сложным и скучным. Потому что если на экране хоть пять минут нет взрывов, убийств, перестрелок, погонь секса, в идеале всего одновременно, то зритель скучает. Так что у создателей было два варианта. Сделать глубокое, интересное и умное произведение, которое провалится в прокате. Что-то вроде Джонни Мнемоника, но усиленного в сотню раз. Такое произведение стало бы культовым. Либо сделать нечто одним массовым зрителем, от которого половина конечных потребителей будет плеваться. Но в итоге фильм струбит кассу в стиле сумеречной франшизы или трансформеров. Конечно, хочется надеяться, что фильм сумеет сбалансировать эти две вещи, но увы. Что-то был легкий взгляд и неполноценный разбор всех произведений во вселенной Ghost in the Shell. Да, отдельные вещи вроде пародийного аниме я оставил в стороне, ибо это вообще край. Не стану рассказывать о мире или персонажах, ибо это займет часы. Если вам будет интересна какая-то конкретная тема, напишите, и я сделаю объемное видео. Потому что даже если разбирать философию мира призрака, на это уйдет час, не меньше. Так или иначе. Ghost in the Shell, произведение гениальное, фундаментальное, бесподобное. Посмотреть всю анимацию, посвященную данному миру, должен каждый. На этом, пожалуй, у меня все. Подписывайтесь на канал, спасибо за внимание, и пока.